Компания Кабель РФ представляет вашему вниманию первую часть ролика о подключении фотореле при коммутируемом токе, не превышающем 10 ампер. Видео подготовлено совместно с компанией НТК Электроника. Перед просмотром не забудьте подписаться на наш канал и другие соцсети. Освещение при домовой территории является составной частью комфортного проживания в частных домах и на дачных участках. При ручном управлении освещением требуется самостоятельно включать фонари по окончании светового дня и отключать их после наступления рассвета. Те же самые операции домовладельцам нужно будет выполнять и при ухудшении естественной освещенности улиц в силу различных природных факторов. Автоматизация процесса управления освещением дает возможность освободить человека от выполнения этих действий, а также позволяет экономить электроэнергию, включая освещение в соответствующий момент или по специальной программе. Наиболее распространенным и простым решением является установка фотореле. Фотореле предназначено не только для автоматического управления уличным освещением, но и может служить элементом управления различными устройствами. Для правильной организации автоматического управления освещением с возможностью ручного включения групп наружного освещения, коммутируемый ток которых не превышает 10 А, нам понадобится трехпозиционный переключатель с положениями 1.0.2. В положении 1 можно будет управлять освещением при помощи выключателя, установленного возле входной двери. В положении 2 освещение будет включаться автоматически в вечернее время при помощи фотореле. В положении 0 будет происходить полное отключение. Фотореле с выносным сенсором герметичного исполнения. Автоматические выключатели для защиты групп освещения. После установки оборудования отмеряем монтажные провода черного цвета. Зачищаем, оконцовываем и производим подключение. Клемма 2 вводного автоматического выключателя к клемме 1 трехпозиционного переключателя в соответствии со схемой подключения на корпусе. Перемычка с верхней клеммы первого автоматического выключателя на верхнюю клемму 2 автоматического выключателя для защиты групп светильников. Клемма 1 трехпозиционного переключателя к клемме 1 фотореле. Также отмеряем синие провода, зачищаем, оконцовываем и производим подключение нулевого проводника. Клемма 2 реле к свободной клемме нулевой шины. Для обеспечения ручного управления освещением в заранее подготовленной штробе прокладываем двухжильный кабель ВВГНГ к месту, где в последующем будет установлен выключатель. При этом конец кабеля должен иметь запас для повторного подключения. После прокладки и фиксации кабеля зачищаем изоляцию и в силовом щите соединяем жилу с изоляцией белого цвета с клеммой 2 трехпозиционного переключателя, жилу синего цвета с верхней клеммой второго автоматического выключателя для защиты групп светильников. Далее приступаем к монтажу автоматического управления освещением при помощи фотореле. Снаружи устанавливаем фото датчик так, чтобы он не был затенен деревом, строением или другими объектами. Кроме того, в ночное время датчик не должен попадать в зону освещения от фонарей. Если датчик располагается от реле на расстоянии, превышающем длину его выводных проводов, выполняем их удлинение до необходимого двухжильным кабелем, например МКШ. Соединение жил кабеля с жилами выводных концов датчика выполняем с помощью соединителей и термоусаживаемой трубки. После этого прокладываем кабель и закрепляем датчик. В щите второй конец кабеля МКШ зачищаем, оконцовываем жилы и подключаем их к клеммам 3 и 4 в соответствии со схемой, поставляемой с устройством или с рисунком на боковой поверхности реле. Отмеряем монтажные провода черного цвета, выполняем зачистку, оконцовываем и выполняем коммутацию фотореле. Клемма 6 реле к клемме 4 трехпозиционного переключателя. Клемма 7 реле к верхней клемме автоматического выключателя для защиты группы освещения. Выполнив коммутацию, зачищаем кабели питания уличного освещения и производим подключение по следующей схеме. Белая жила питающего кабеля первой группы наружного освещения к свободной клемме первого автоматического выключателя. Голубая жила к свободной клемме нулевой шины. Жила желто-зеленого цвета к свободной клемме шины заземления. По аналогичной схеме производим подключение второго кабеля. Выполняем отделочные работы, зачищаем кабель в монтажной коробке и подключаем выключатель. Жила белого цвета к верхней клемме выключателя, голубая жила к нижней клемме выключателя. Далее закрепляем выключатель в коробке, устанавливаем лицевую панель и декоративную рамку. Настройку реле производим в сумеречное время. Для этого регулятор поворачиваем в крайнее положение Луна и плавно вращаем в направлении Солнца до включения двух светодиодов. Индикация сигнализирует о подаче напряжения на источник света. Дальнейшей регулировки не требуется. Прибор будет работать в автоматическом режиме. Таким образом мы выполнили подключение и настройку аналогового фотореле. Теперь управление наружным освещением может выполняться как автоматически, так и в ручном режиме. В следующей части нашего видео мы расскажем о подключении фотореле при коммутируемом токе свыше 10 ампер. Оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.